Промежуточные выборы одни из самых важных в США. Промежуточные, потому что приходятся примерно на середину президентского срока. На этот раз накал страстей перед выборами сильнее обычного. Бывший и нынешний президент агитирует избирателей проголосовать за их партии и указывают на ошибки оппонентов. Вместе мы добились невероятного прогресса, и мы только начинаем. Но демократы хотят повернуть время вспять, чтобы Америка дала задний ход и вернула власть коррумпированным элитам, которые заботятся только о себе. Если бы республиканцы думали, что их бесконечные попытки ухудшить или отобрать ваше здравоохранение были бы популярны у избирателей, они напирали бы в своей кампании именно на это. Но они молчат. И даже вдруг перед самыми выборами начинают говорить, что защищают имеющиеся условия. Но все это время они занимались обратным. Промежуточные выборы могут повлиять на политику Трампа. Сейчас в Конгрессе и Сенате заседает республиканское большинство. И президенту проще провести свои инициативы. Последние опросы говорят о том, что демократы победят на выборах в Нижнюю палату. Но в Сенате республиканцы сохранят места. Демократическое большинство в Конгрессе сможет не только блокировать идеи президента, но и активизировать расследование его деятельности. Традиционная явка на промежуточных выборах гораздо меньше, чем на президентских. Но в этот раз даже голливудские звезды записывают видеообращения и призывают людей проголосовать. Если вы зарегистрированы, но не пойдете во вторник голосовать, у вас больше не будет права жаловаться. Вот и все. Это в обозримом будущем. А в долгосрочной перспективе я надеюсь, что дискурс на национальном уровне будет вестись людьми, которые понимают. Людьми, которые достойны быть нашими лидерами и учителями. Надеюсь, что станет лучше. Есть к чему стремиться. Страсти наколены до предела. Либеральная пресса сравнивает выборы с вотумом недоверия действующему президенту. Что в принципе недалеко от истины. Результаты выборов в Конгресс, как правило, отражают реакцию на политику главы государства. На кону самые важные вопросы американской политики. Иммиграция, здравоохранение, налоговая реформа и даже обсуждение возможности импичмента. Аналитический сайт 538 оценивает шансы двух партий следующим образом. Демократы получат большинство в Конгрессе с вероятностью около 85%. С той же вероятностью республиканцы сохранят за собой Сенат. Впрочем, на этот раз предсказаниям и опросам верят немногие. Два года назад в Сене предрекали победу Хилари Клинтон на президентских выборах.